Как и к любому делу, нужно подходить взвешенно. Поэтому в правительстве Московской области был определен ряд критериев, некий набор должностей, которые обязательно должны входить в штатную структуру муниципалитета с той или иной численностью. Мы попадаем в категорию муниципальных образований, городских округов с численностью более 100 тысяч жителей. На сегодняшний день численность штата администрации городского округа Орехово-Зуево составляет 110 человек. Из них 68 – это муниципальные служащие, 42 – технические сотрудники. Хотя до недавнего времени их было 180 человек. На самом деле преобразования должны быть более масштабными. Но нам удалось доказать, что количество заместителей руководитель администрации не должно меняться. Оно было в городе, в администрации городской, исторически 6 человек. И по численности мы тоже поборолись за большую численность, нежели нам предлагалось. Мы сумели все это доказать в рамках тех программ, которые мы выполняем, в рамках тех проектов, которые сейчас на территории городского округа Орехово-Зуево происходят, что нам необходима данная численность. Процесс шел долгим именно из-за согласований с правительством Московской области, с министерствами, главными управлениями, вплоть до заместителей и председателя правительства. И когда был согласован, мы пришли к оптимальной численности для городского округа Орехово-Зуево. По словам руководителя администрации городского округа Орехово-Зуево Евгения Боришевского, как такового сокращения не произошло, а дополнительно были созданы три бюджетных учреждения. По обеспечению деятельности администрации, единая диспетчерская служба 112 и учреждения, занимающиеся всеми закупками в муниципалитете. Вы знаете, что многие полномочия были централизованы, или так называемый элемент двух ключей присутствует, когда по земельным отношениям необходимо разрешение получить в области, но муниципалитет должен написать свою резолюцию, согласен или не согласен. Та же участь коснулась и централизованных закупок. Все закупки по муниципалитету будут проходить через эту новую структуру. Благодаря долгим переговорам и процессам согласования, руководство администрации смогло достигнуть той оптимальной численности состава и структуры администрации, которая позволит в нынешних условиях выполнять поставленные задачи и реализовывать начатые проекты.